Хотим с мужем, женщина-мужчина-женщина, то есть тройничок, но не знаем, как это сделать. Безопасно, это вообще возможно без презерватива. Ух, я бы так не рисковала своим здоровьем, потому что, снова-таки, даже если у вас есть справка у этой женщины-мужчина-женщина, даже если у вас есть справка у этой женщины, что она ничем не больна, то это справка, действительно, скажем так, две недели назад. Как это правильно объяснить? В общем, понимаете, когда сдают анализы, то они показывают, что две недели назад он не болел этими болячками. Это раз. Второе. Даже во время секса с проверенным человеком, если мужчина занимается сексом с двумя женщинами, вставляет свой пенис в разные вагины, то таким образом он переносит микрофлору женщин в их вагины, разных женщин в их вагины. И у обеих женщин с большой вероятностью случится бактериальный вагиноз. То есть, когда их микрофлора взбунтуется, и у них будет неприятное выделение, зуд, запах дохлой рыбки, в общем, вы понимаете, да? И все это надо будет лечить с помощью гинеколога. Поэтому вот эти вот практики «женщина-мужчина-женщина», в общем, любые тройнички, они круто смотрятся только в порнофильмах каких-нибудь, да? А в реальности мужчина должен продезинфицировать руки, поменять презерватив, прежде чем он засунет свой пенис в другую женщину. Понимаете? То есть, это все на практике не так романтично, как это выглядит в фильмах для взрослых. К сожалению, но тут, как говорится, все уже на вашу ответственность. Если вас не пугает бактериальный вагиноз, ну, пожалуйста, но я бы не допускала в постели свою, вообще-то, человека непроверенного, без справки. Да. Нет, точно нет. Нет!